Регулировщица Победы Родилась она в селе Старая Полтавка Волгоградской области. В сороковом из-за смерти отца ей пришлось бросить школу и пойти работать, чтобы помогать матери. Девушке было 17, когда Гитлер напал на нашу страну. Мы возле двора играли третелишки, песни, в общем, веселились. И вдруг слышим, внимание, внимание на нашу родину напала, и Гитлерская Германия напала на нашу родину. И мы все ушли домой, а утром повестки. В сорок втором начались обстрелы Волгограда. Мария Филипповна добровольцем ушла на фронт. Сначала шила одежду для солдат. А через несколько месяцев ее вместе с подругами отобрали в специализированный полк регулировщиц дорожного движения на фронте. Следуя вплотную за советской армией, освобождая от немцев города и села, Мария прошла Украину, Белоруссию и Польшу. Несколько раз оказывалась на краю гибели, но выжила и дошла до Берлина. 2 мая я стояла возле Брандебургских ворот. Наш ехал, он, видно, эти снаряды подвозил. Говорит, война кончилась, а за Берлином еще война шла. Ну, конечно. А это в Берлине уже наши войска были. На фотографии Марии будто светится отчасти, несмотря на обстрелы и то, что жить регулировщицам приходилось в подвале. Его видно на снимке слева от ворот. Но о трудностях старается не рассказывать. Зато охотно делится со следователями одним из своих самых ярких воспоминаний. Встреча с премьер-министром Британии Уинстоном Черчиллем, которая произошла в дни конференции лидеров трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции в Подсдаме. Историческое событие она встречала, как и всегда, на посту. Едет три мотоцикла вперед, потом машины. Первая машина, Черчилль, сидел там. И вот я их проводила, поприветствовала, мы поехали. Он остановился и кричат, не подойдите, там вас зовут к машине. Я подхожу, товарищ эфрейтор, представилась солдат, товарищ эфрейтор. А он с этой цигаретой вытащил, угнулся. Раньше ребята вас обижают. Я говорю, пусть только попробуй. Нашим он не будет. Мы их сами обидим, да? Да. После войны Мария Лиманская работала медсестрой и школьным библиотекарем в родной Волгоградской области. А о том, что стало символом победы и женщины-солдата, узнала намного позже от подруги, которая случайно увидела знакомое лицо на обложке журнала. Филипповна, вот я получила работницу на обложке «ты», а фамилия не «твоё». Она говорит, ну я напишу провержение. И оттуда приходит мне это письмо, что, мол, это, извините, и я приеду, привезу вам пакет. Это Евгений Халдей уже выписал. Тот корреспондент, который вас и снимал. Да, тот, что он фотографировал. В этом году Мария Лиманская исполняется 96. Живет в Саратовской области. Помогают и навещают сотрудники местного следственного управления СК России. В селе, где живет Мария Филипповна, регулярно случаются сбои в подаче воды, есть проблемы и с электроснабжением. Следователи решили вопрос с запуском резервной скважины и организовали обслуживание бесхозной подстанции. В качестве подарка следователи подарили пенсионерке новый стационарный телефон. На груди больше десятка медалей и орденов. Самая значимая награда за взятие Берлина, куда, по иронии судьбы, переехали ее внуки. Сама бранденбургская Мадонна после войны в Германии никогда не бывала. Не желаю, чтобы войны не было. Да ну что вы говорите. Чтобы это ваши поженились, если не женатые. Чтобы у вас хорошие были жены, дети. Чтобы не было этой проклятой войны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!